привет дорогие интересно здесь кто-нибудь есть я решила ненадолго включить трансляцию как всегда в очках потому что я без макияжа и у меня почему-то вообще из-за того что за диак но меня вообще практически не видно но вы знаете если я уберу штор это будет еще хуже посмотрите вообще пол лица нет я задернула все шторы и так вот чуть-чуть меня видно спасибо дорогие вам тоже прекрасного дня день вчера прошел так себе погода в москве отвратительная и них ничего не хочется просто против света мне здесь именно удобно сидеть хорошо но я попробую в следующий раз найти другой ракурс за столом всем доброе утро да я себе нравлюсь без косметики конечно но это происходит не с самого утра а когда я уже припудрю лицо немного оденусь найду классный ракурс а не так что как только проснешься знаете сразу же мгновенно без без очков к тому же знаете что меня смущает меня смущает что я была практически себя не вижу мне кажется что если бы я видела себя четче было бы лучше а так я вижу себя как в тумане и мне кажется видимо с моим лицом явно что-то не то поэтому гораздо лучше просто одеть очки спасибо дорогие мне очень приятно слушать читали я что китайцы тупые нет кстати а почему вы решили что китайцы тупые как раз таки китайцы поверьте мне они совершенно не тупые вовсе нет они очень хитрые я вам даю гарантию хитрые что еще будут похитрее чем наши я сейчас кстати начну постепенно пить свои витамины вы полгода жили в пекине как вам китайцы кажется что они глупые часов сутки я не знаю сколько сплю удается мне уснуть где-то около трех ночи и встаю я где-то в одиннадцать трансляцию насчет астральных путешествий думаю да почему бы нет я обязательно к ним доберусь лучше танцы тренажерка смотря для чего если вы хотите улучшить фигуру то несомненно лучше тренажерка потому что танцы это кардио тренировка и вы особо ну ничего не сделаете вы только чуть-чуть гоните жир по всему телу а когда вы качаете мышцы то вы конкретно сгоняете жир на том месте которое вам надо и накачиваете мышцы вот взяла сейчас жевательную таблетку кальций магний обожаю эти таблеточки покажу вот офигенные такие вкусные вот еще витамин c тоже жевательная но мне витамин c не так нравится потому что витамин c он более сладкий а я люблю больше ароматно витамин c от простуды для укрепления иммунитета короче кальций магний для костей для ногтей для кожи да я давно уже на сыроедении я уже даже не помню насколько давно до перешла на уже очень давно любимые места в москве конечно тренажерка это мое самое любимое место и конечно же квартира где живу если хочется сменить цвет волос влияет дали это на состояние души я бы сказал так скорее всего состояние души меняет менять желание сменить цвет волос где взят сил от ментальной перегрузки я думаю это однозначно медитация спасибо дорогие за приятные отзывы мне очень приятно слушать нет я в тренажерке вообще на беговой никогда не бегаю потому что я очень люблю ну знаете когда постоянно меняется что-то я очень люблю бегать на улице бежать там будут меняться пейзажи мне так хорошо бежать по травке слышать пение птиц а просто бежать на тренажерке на тренажерке я не могу потому что это неинтересно мне больше нравятся силовые тренировки с гантелями это вообще мои самые любимые я обожаю гантели часто ли я приседаю с каким весом но я стараюсь хотя бы три тренировки в неделю приседать четыре даже я приседаю обычно я вот знаете не люблю просто приседать ради ног я приседаю сразу же приседая и руки поднимают так поэтому я беру такой вес чтобы было удобно также и рукам я беру восьмерки я приседаю с восьмерками когда присела встаю и руки еще вот так вытягиваю то есть сразу хорошо и рукам и ногам поэтому с восьмерками как перейти на среди дня и главное постепенно дима нет дима не спит бедный дима ушел из дома в 7 утра он пошел бегать и потом что-то типа по работе по каким-то делам вот я конечно давно не бегала но я уже завтра точно пойду побегаю я уверена в этом плане тянем был честно говоря не видела никаких инопланетяне возможно к вам присоединился в медитации какой-то паразит следующий раз просто я вам покажу кстати я же показала вам техники защиты у меня в youtube и называется техника энергетической гигиены посмотрите в следующий раз перед медитацией обязательно поставьте защиту и тогда никто не сможет вам помешать мне не то что холодно бегать просто понимаете я еще занимаюсь воркаутом поэтому для меня пробежка как таковая ничего не значит я люблю побегать потом сесть на площадке и заниматься где-то полтора часа два а сейчас невозможно заниматься воркаутом и как-то мне голове не укладывается как это такой интересный вопрос про детей по моему очевидно что такого типа как я точно не может быть детей потому что я сама по жизни на ребенок все что все внимание было мне так чтобы меньше такого выпить и не планирую нет я вы знаете из тех людей которые ну не стесняются своего нежелания иметь детей я честно откровенно признаюсь мне не нравятся дети они не вызывают например как котята у меня или собачки умиление желание их погладить как-то с ними посисюкаться что-то им сказать или даже улыбнуться меня не вызывает вообще никакого трепет а дети а дети знаете еще иногда ко мне подходят ну и хотят как-то провзаимодействовать а я сижу с каменным лицом и делаю вид что ко мне никто не подошел и дети такие в шоке они же привыкли что когда они кому-то подходят и говорят ой какой красивый ребенок ой иди сюда иди на ручки а я сижу вообще как будто бы стенка рядом стоит и дети в таком шоке почему она на меня не реагирует но я не хочу просто реагировать вот да я чат-фри и муж кстати мой тоже чат-фри вот мы в этом с ним к счастью сошлись так как отрастить длинные волосы я вам сейчас даже наглядно покажу я вчера перед сном масло маслом репейным промазывала волосы как видите у меня волосы абсолютно все сейчас в масле я сейчас собираюсь их мыть я полностью промазываю так вот по рядам волосы потом хорошо втираю вот так вот все видите я уже себе прическу нарушила пока вам показывал вот втираю хорошо полностью массажирую очень тоже силой а потом я по всей длине волос это как провожу что полностью промаслить все кончики и так я сплю раньше я спала в пакетике а сейчас я просто до сна наношу за два часа я не успеваю даже впитаться я не пачкаю подушку нормально как ты думаешь все ли мужики изменяют ну я думаю что девяносто девять процентов точно к сожалению это даже не то что там они бы очень хотели этого они так просто самоутверждаются если они не уверены в себе но есть те которые не изменяют например я в прошлых воплощениях не то что не изменяла я даже девушка меня интересовалась ну как я влюблялась но так чтобы это вышло просто за какое-то эстетическое восприятие то такого не было изменяет ли мне мой муж ну если бы он не изменял то конечно я бы этого не терпела я бы придумала что нибудь вот к счастью мне мой муж не изменяет я этому очень рада потому что это конечно неприятно вот это ужасно я думаю такие интересные сердечки почему-то сегодня они другого цвета то пошли красный только я сказала прикольно это наверное кому нравится тот ставят более красивые цвета а кому не нравится более некрасивые типа коричневая вода это предательство изменять но я тоже так считаю что это предательство по своей сути и точно отсутствие любви либо знаете еще что я могу как я могу их еще немного оправдать хотя конечно это без оправданий я бы могла это сделать если они это сделали не на трезвую голову например под алкоголем или под наркотиками я просто прекрасно понимаю что в этом случае человек собой абсолютно не владеет им управляют темные сущности поэтому в принципе это наверное единственный вариант при котором я простила своего мужа если бы я знала что он изменил мне не в трезвом состоянии я бы его простила а если бы он изменил абсолютно в трезвом состоянии конечно я никогда бы его не простила и бросила бы его потому что это бы означало что он действительно меня не любит спасибо мне очень приятно такое слышать наркотики ну смотря что считать наркотиком знаете некоторые считают наркотиком травку а некоторые считают наркотиками уколы вот я употребляла много чего но конечно уходы я не употребляла но травку там я пробовала спайс а кто не пробовал спайс наверное почти все люди пробовали его вы знаете что самое было плохое самое опасное вот в этом движении я не знаю как у вас а вот когда я жила на украине у нас легализировали кристаллы и вообще они продавались даже в супермаркетах в торговых центрах и вот когда легализировали кристаллы это было ужасно как правильно носить корсет но я ношу его на тренировках только обычно валерий чем вы занимаетесь когда весь день дома честно говоря я не бываю весь день дома и обязательно куда-то выхожу поэтому когда я думаю я просто наслаждаюсь кристаллы это амфетамин ну это типа того да типа амфетамина вот они есть разных видов вообще в принципе да это она это самый опасный наркотик я вообще не видела людей которые после амфетамина вылезали к сожалению они до сих пор сидят и все у них очень плохо доминика не в россии доминика сейчас европе живет пока что я надеюсь скоро времена переедет в россию я на нем не сидела к счастью нет не просто так посадить на что-то потому что у меня духовный опыт есть и это гораздо приятнее чем какая-то там фигня много ли у меня друзей честно говоря нет доминика алина айнура там еще света из китая все вроде бы больше никого нет но вы зря ла никого в реале я ни с кем не общаюсь блин к сожалению те вопросы на которые не успела ответить так стирается быстро я айнура на казашка но она не чистокровная казашка у него папа казах а мама русская расскажи еще о зависимостях ой я могу вам сказать одно чтобы я вам никогда не советовала делать я никогда не советую вам пробовать фену потому что от него зависимость сразу стопроцентная и практически никто не может его бросить вот некоторые люди даже и умирает я видела такое и это конечно очень печально и да я сегодня иду в тренажерку конечно же не задолбалась пить раньше деформировала грудную клетку корсетами сейчас нет я честно говоря вообще никогда я не деформировала только ради талии ношусь да мы с владимиром по инету переписываемся мне уже задолбалась таблетки надо от фена мне пять друг на нем не умер пять лет подождите подождите он начнет еще колоться потому что фен через некоторое время перестает вставлять в принципе он будет нюхать 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 у него будет уже кровь с носа идти его не будет переть и тогда ему скажут друзья ну попробуй кольнись тогда вставят и вот он кольнется и но потом через некоторое время его даже от этого не будет вставлять потому что он организм привыкает и потом как-то раз он сделает себе слишком большую дозу и я думаю вы догадываетесь чем это закончится а это всегда заканчивается ну не может еще по-другому закончится он посадит себе почки и они просто откажут в один прекрасный момент и он просто умрет ночи так тоже может быть самые безопасные наркотики медитация просто понимаете я пробовала обычные наркотики я знаю что такое духовность я вам могу сказать что ни один наркотик никогда в жизни не сравнится с неправильной медитации состоянием нирваны они я принципе понимаю людей почему они стремятся к наркотикам потому что они ищут вот этого духовного состояния вот этого эйфористического состояния во всем теле его можно добиться просто к нему трудный путь долгий а наркота сразу взял закинулся все но это все равно не то это обман наконец-то это пила батя боже как я счастлива мне это никак не влияет потому что они но они не химические тут я вам сейчас почитаю что тут вообще в этих табли таблетках в этих таблетках какой-то леусин изолеусин и валин ну в общем то ничего такого странного правда я как блондинка абсолютно не понимаю что это но я просто пью много лет уже эти таблетки и у меня никогда не было проблем ни с какими внутренними органами к тому же знаете как определить вредные таблетки или нет очень просто если они горькие значит скорее всего там есть какая-то химия поэтому пробуйте на вкус если капсул открывайте пробуйте привет какая у меня любимая песня ой у меня много любимых песен у каждой группы у меня есть любимые песни но если из моих то я даже не знаю все любимые она про медуза особенно да я пью на голодный желудок я очень расстроена я как-то поправилась по мне этого конечно незаметно но по весам да поэтому я решила сегодня не есть вот так что я буду все делать сегодня на голодный желудок ну а катя какие-то заведения посещала как тебе нет я вообще вы знаете вообще никаких заведений в москве практически не посещала потому что мне не интересно это так как блин про мужа уже вопрос не успел прочитать уже стерся какой у меня вес у меня сейчас 48 килограмм а было 47 я не понимаю в чем дело какая из отадикс больше нравится у из отадикс немного нравится я обожаю икар потом мне очень нравится любимый немец старость индиго аквариус еще какие-то из новых песен мне очень нравились ну анима само собой тоже нравится короче очень много мне вообще все песни нравятся я вот так люблю отадикс вообще каждая песня это как целая вселенная ты ее слушаешь и погружаешься в определенную атмосферу просто божественно не 48 это много поверьте для меня я когда начинал спортом заниматься весело 40 вот представьте себе это 6 6 ну единственное знаете что меня успокаивает вот я вам сейчас покажу наглядно талия присутствует она так же тонкая у меня видите все все в этом смысле нормально пугает этот вес рост рост метр семьдесят два на какие каналы я подписана на ю тубе а у меня разве это в личных данных не высвечивается я думала что все видят ой и там у меня 115 человек поэтому так не перечислишь спасибо насчет али мне приятно что вам понравилось правда сейчас она не в лучшем виде бывает и получше после тренировки вы знаете что я замечаю у меня после тренировки такая тонкая талия становится вообще видно я же выгоняю короче жир и выхожу после тренировки такая как скелет так что то блин вопрос я хотела ответить на вопрос и он нашел я уже забыла что там за вопрос ну ладно какой идеальный вес для роста сто семьдесят если не заниматься спортом вот вы знаете это все еще очень влияет на вашу кость вот у меня к примеру запястье очень тонкая а у кого-то например толстое запястье поэтому он может весить пятьдесят и будет очень худой а если я буду весить 50 и без занятий спортом я буду очень толстая у меня даже появится второй подбородок поэтому все зависит еще и от того насколько у него толстая кость вот у меня здесь в объеме когда я измеряю одиннадцать с половиной сантиметров вы измерьте посмотрите себя буду ли я проходить курс клёна вы знаете у меня клён даже вот здесь в спортивной сумке лежит просто знаете в чем дело клён он очень хорошо влияет я не спорю проблема в другом во первых начинает страдать сердце посреди ночи ты можешь проснуться от того что твое сердце бьется примерно так потом так вот такими примерно хаотичными движениями и оно так бьется вы понимаете что невозможно спать оно очень громко бьется прям как будто бы выпрыгивает из груди ну ладно уже можно там выпить лошадиную дозу снотворной вода как-то спать надеяться что ты сегодня не сдохнешь ночью но то что оно делать с лицом это очень плохо вы видели часто у бодибилдер лицо как у шарпея они когда улыбаются у них здесь не одна складка появляется а сразу много таких морщинистых потому что они выгнали весь жир из своего лица и у них лицо все в морщинах я с такой проблемой сталкивалась у меня конечно такого не было но у меня стали щеки вот так вот впадать прям аж вот так как у скелета мне кстати эта фигня не нравится из этого я перестала пить клён с кем я живу в Москве со своим любимым мужем конечно с кем же еще да это страшно куда пропал Алая он никуда не пропал у него все по прежнему а чего вы решили что он пропал как вы относитесь к Анастасии Шпагиной ну как сказать мы с ней очень давно уже не общались когда общались конечно мне не понравилось как она себя вела но сейчас я надеюсь что она изменилась молодец так развила канал стала более позитивная так что я надеюсь что она изменилась видео уже год не выпускают хм и х н aos не знаю что на него на что вы знаете многие эзотерики последнее время как то странно себя ведут Что мне в ней не понравилось? Не хочется, конечно, говорить ничего плохого. Просто мне не понравилось, что когда журналисты просили мой контакт у нее, она говорила, что она меня не знает. В то же время мы там встречались буквально пару дней назад, общались, вместе фоткались, обсуждали какие-то темы. Мы часто виделись, ну, как бы, можно сказать, даже дружили. И мне было неприятно узнавать из посторонних источников о том, что она меня не знает. Но последней каплей было, что нас пригласили вместе на какое-то шоу, и она разозлилась и сказала, так, если будет там она, то я не буду на этом шоу. Мне, конечно, это очень не понравилось. Я помню, я даже какой-то пост с горяча настрочила, как она могла так поступить со мной. Ну, а потом думаю, ладно, пусть будет уже так. Просто, ну, я не знаю, может быть, наседависти тоже, или какая-то ревность. Просто у нас настолько разные типажи, что у каждого своя ниша, и точно никто с другом не может соперничать. Как удержать мужчину? Я думаю, что главное быть собой, главное быть искренней, но в то же время уметь играть, потому что все мужчины разные. Кому-то нравится тихонь, кому-то нравится стерва, а лучше всего еще и сочетать это все в себе. Нужно уметь одевать маски. Если вы такая девушка, которая говорит, я буду собой, я буду искренней, и я не буду играть. Пусть меня любит такой, какая я есть. Нифига не прокатит. Никто вас не будет любить такой, какая вы есть. Любит хороших актрис, к сожалению. Это показало мне мой опыт. Ой, к сожалению, последний вопрос я не прочитала. Не успела. Получится ли участвовать в вашей коллективной медитации, если я ни разу не занималась медитацией? Да, обязательно подключайтесь. Это не важно. У нас многие первый раз занимались, и им очень понравилось. Поэтому я думаю, вам тоже понравится. Подключайтесь, я напишу сегодня, что нужно конкретно делать. Нет, я, к сожалению, не была в этом году ни на каких концертах. У меня вообще был такой кризисный год. Переоценка ценностей. И это еще до сих пор продолжается. Поэтому я вообще так в небольшом отрыве от всего ни с кем не общаюсь. Ни с кем не встречаюсь. Не хожу вообще никуда, не развлекаюсь. То есть вообще веду полностью затворнический образ жизни. И мне это нравится. Еще пока не смотрела трансляции. Я как истинная блондинка еще даже пока не поняла, как их можно посмотреть. По поводу груди вспомнила. Был вопрос, влияет ли как-то плохо силикон. Вы знаете, я уже, не знаю, лет 5, наверное, с ней хожу, если не 6. Никак вообще не заметила плохого, никакого влияния плохого. Я качаюсь в тренажерном зале. Я беру большой вес, ну или как, у него очень большой, но и немалый вес. Все хорошо, никаких вообще минусов. Грудь не обвисает. Но я делала себе имплант под мышцу. Поэтому она стоит у меня колом. И это мне нравится. Это очень круто. Знаете, как проверить, обвисает у вас грудь или нет? Короче, вы снимаете полностью, все, остановитесь. Ставите вот так ручку. Если она падает, то есть если грудь вот так вот стоит, то у вас не висит грудь. А если, короче, грудь как-то так вот, и ручка держится, значит, у вас обвисает грудь. Я просто ненавижу обвисающую грудь. И, конечно, извиняюсь, если она у кого-то обвисает. Поэтому я очень счастлива, что она у меня стоит колом. Не тяжелые ли импланты? Вы знаете, импланты легче, чем натуральная грудь. То есть если натуральная грудь, например, большого размера будет весить пару килограмм, то силикон всего один килограмм. То есть он где-то 50% меньше весит, чем натуральная грудь. И это тоже очень удобно. С ним вообще не тяжело. Вот я сделала себе третий размер груди. И я даже когда бегу, даже когда я одеваю просто майку, без ничего, вот просто майка такая, не в обтяжку. Я бегу, у меня грудь не скачет, она стоит просто. Она не шевелится вот так, так что мне удобно бегать. То есть она даже от бега, если не одевать специальное белье, не обвисает. Нет, на бикник я не ходила. Американский Кэн грубый, он все время соревновался с вами. Да он просто гей. Из-за него у меня было очень плохое впечатление про геев. Я думала, все геи такие. Вообще как бабы какие-то склочные. Но потом у меня был опыт общения с другими геями. И мне очень они понравились. Просто это такой, ну, дебильный характер у него был. Он действительно со мной соревновался. Как будто я тоже мужчина. Конечно, спасибо за такой комплимент. Но я думаю, нам нечего было с ним соревноваться. Все-таки я девушка. Поэтому и не претендую на его клиентов. Я так понимаю, он подрабатывает еще в экскорте. Мне достаточно моего мужа. Ничего другого мне не нужно. Первый год болела грудь? Какой год? Вы издеваетесь, что ли? Грудь болит только первую неделю. И все. Я через месяц уже забыла вообще о существовании. О том, что я делала грудь. И реально забыла. Я к ней очень быстро привыкла. И вообще забыла про то, что я ее делала. То есть по ощущениям вообще. Знаете, только я вам прикол расскажу. Как я чувствовала грудь. Но когда я только сделала грудь, я еще тогда курила травку. И вы знаете, если перекуришь, то такие очень явственные ощущения по всему телу. Я когда, короче, чуть-чуть больше покурила. Я прямо чувствовала, где у меня стоит блант, где кожа, где мышцы. И мне так было странно. Я иду и чувствую, короче, в теле чужеродный объект. Это было, конечно, колоритно. Умора. Так, дорогие, я на секундочку отойду. Налью себе еще немного кофе. Да, мне шрамы делали под грудью. Потому что под грудью они в естественной складке. Потом они исчезают. Их вообще не видно. Некоторые делают подмышками. Но это неудобно. Некоторые делают вокруг соска. Представляете себе? Вокруг соска разрезать. И вставить сюда имплант. Боже, фу-фу. Не, я бы никогда. Это же эти, ну, как бы такие, грубо говоря, очень, ну, нервные окончания. Я представляю, как это больно. Потом как-то все заживает. Если еще, не дай бог, потянешь что-то. Или заденешь. Кошмар просто. Пойду налью себе еще кофе. И вы пока мне не пишите. Переберегите пока свои вопросы. То я все равно их не увижу. Пойду налью себе. Я шла. Пользуюсь моментом. Я вам покажу, как я делаю кофе. Может быть, кому-то пригодится мое умение. Главное сейчас не облиться Вот, смотрите Я беру Покупаю вот такое кофе Мой любимый вкус Ловаться до крема Это кофе натуральный В виде порошка Короче, я беру одну ложечку Ставлю вот так вот И заливаю кипятком Вот сахарозаменитель Делаю 5 таблеток Блин Я же верх ногами держу Раз, два, три, четыре, пять О, помешиваю И потом сверху накрываю Такой прорезиненной фигней Чтобы оно заварилось И через минуту уже могу его пить Так что всем советую Очень классный кофе Какие камни и минералы вам нравятся Как выбрать минерал Я очень люблю аметист Очень люблю кварц Потом лабрадор В общем Ну вообще я очень люблю еще Чароид Аквамарин обожаю Агаты тоже Очень люблю Просто пойдите где камни Почувствуйте энергетику Купите любой Не обязательно выбирать тот Который вам по гороскопу подходит Это все фигня Я не верю Сахарозаменитель Говорят, да, вреден Что он горчит У меня вообще не горчит Я его пью с 15 лет С 15 лет Представляете себе Ну это уже лет 7 Наверное прошло с тех пор Каждый день я Ну я много пью его Если бы он был как-то вреден Или что-то было не так Поверьте Я бы уже это почувствовала Так что можете спокойно пить Вы будете живы и здоровы Я в Одессу вообще не собираюсь Честно говоря Я, вы знаете Даже очень надеюсь Что я никогда не попаду в Украину Потому что мне столько пришлось пережить Там Что я уже не хочу Даже об этом думать Ну правда Если изменится Правительство Если выгонят всех бандитов Если президент будет нормальный Ну то есть Если я буду чувствовать Что все будет хорошо Что я буду в безопасности Это я поеду А пока у власти эти бандиты Я ни за что не поеду Ой, дорогие Не заставляйте меня Снова описывать То, что я вам описала вчера Посмотрите вчерашнюю трансляцию Я там вкратце рассказала Что мне устраивали эти бандиты Как они приходили ко мне домой Как они угрожали Что они будут выбивать дверь Мне этого, если честно, хватило Я больше не хочу такого Мне вообще неприятно Что ко мне какие-то идиоты Приходят домой И начинают угрожать И нагло говорят Открой дверь С чего вообще они хотят Чтобы я им открывала дверь Фигушки Удачную вам фотосессию Сейчас я живу в России В Москве Спасибо Да, я пока гражданка Украины Но я надеюсь В скором времени Я перестану быть Как-нибудь Не знаю Получу российское гражданство У меня все родственники Россияне Все с российским гражданством Вообще Вся семья живет в России Поэтому мне будет легко Получить российское гражданство Мама тоже гражданка России Но я вообще сама из России Вся моя семья Родом из Сибири Именно поэтому У меня такая белая кожа Вот Поэтому Как бы Я имею полное право Быть гражданкой России Да Я тоже надеюсь Что изменится Спасибо Да Я обладаю Экстрасенсорными способностями Да Муж тоже Гражданин Украины Пока Потом он благодаря мне Наверное Будет иметь возможность Тоже стать гражданином России Правда ли Что через некоторое время Нужно потом Повторно делать операцию на грудь Ну Вы знаете Это не совсем правда Потому что Сейчас уже Компании Которые изготавливают имплантанты Дают Гарантию Документ Который говорит о том Что Эти импланты Они на всю жизнь Вам Прослужат Их можно никогда не менять Меняю Знаете В каком случае Если вы неправильно Установили имплант Например Вместо того Чтобы делать подмышцу Вам установили грудь Под грудную железу А когда устанавливают грудь Под грудную железу Ей свойственно Обвисать Поэтому В случае Если ваша грудь Обвисла Вам придется поменять Потому что Это будет некрасиво смотреть Поэтому Нужно сразу же Устанавливать подмышцу Плюс Если женщина Родила ребенка После этого Тоже грудь портится И в этом случае Тоже надо менять А поскольку Я установила Правильный имплант И рожать Детей я не планирую Поэтому я могу не беспокоиться Об этом Ну конечно Я могу еще поменять Если я захочу побольше Грудь Но я не хочу Как тебе Московский климат Вообще Мне климат нравился До Где-то Неделю Назад Начался Дождь Постоянный И Теперь нет Вообще солнца И мне конечно Это не нравится Я вообще надеялась Что в Москве Будет много Снега И солнца И что я буду Бегать под снегом По солнышку Фоткаться А тут Ни снега Ни солнца Вообще Я конечно Немного Разочарована Какая эффективная Может быть диета Ну Самая простая Это есть Только полезные Углеводы То есть Медленные Вот И до обеда До двух часов После двух Есть только белки И до шести После шести Вообще Ничего не есть Это наверное Самая эффективная Диета Которая может быть Во всяком случае Для меня Спасибо Очень приятно Да Я Чайлдфри И мой муж Тоже Вообще Так счастлива Что Мы Чайлдфри Если честно Потому что Дети Это огромные Проблемы Расходы Вообще Не знаю Что в ней Хорошего Ну да Мой мужу Тоже нравится В Москве Конечно Есть страны Где и получше Но просто У меня здесь Родственники живут И как-то Хочется немного С родственниками Общаться Мама Ну как сказать Ну не очень Хотела внуков Но у нее уже Появился один внук От моего брата У нее есть внук Как бы Сын моего брата Конечно У него получился Очень красивый Ребенок Я даже не ожидала Такие светлые глаза Длинные Белые Полностью Волосы И идеальные Черты лица Он очень похож На девочку Потому что Он очень красивый Я вот помню Когда мы с мамой Раньше гуляли Когда я была маленькая Все время спрашивали Что это за девочка На моего брата Потому что На моего брата Это были длинные ресницы Как здесь Нормальные губы Что на улице На улице холодно Все дела Как будто Мы по улице Будем с ним ходить Мы посели В кафе Посидели В общем Они нам его не дали Поэтому Особо Общаться с ним Нет возможности К сожалению Поэтому я практически Пару раз Только Я его видела Но мне же не интересно С ним общаться Если он не разговаривает Он уже чуть-чуть Начал разговаривать И я думаю Надо встретиться Но нам его не дали Расставляете себя Вообще У меня странно Вообще Такая психология Как будто бы Она одна Зачала этого ребенка А мой брат Не имеет никаких прав На этого ребенка Бред какой-то Она с ним Разрешает общаться А нам Как бы не разрешает Как будто бы Мы вообще не родственники Жесть Конечно Любимое животное Ой Я вообще всех животных Люблю Но самый любимый Мой кот Да Мамаши вообще Такие странные Как будто бы Мы какие-то Изверки Или что-то Делаем С ребенком Жесть просто Сколько лет Моему коту Ну мой кот Уже Такой Срелый кот Ему где-то Лет 6-7 Но ведет Он себя Как котенок Очень любит Поиграть Да Конечно Мой кот Везде со мной Переезжает Мы когда Куда-то уезжаем Всегда кота С собой забираем Отдаем его маме Если мы едем В путешествие Поэтому мы его Одного не оставляем К сожалению Мать моего мужа И так имеет Где-то Трех или четырех Котов дома Поэтому не имеет Возможности Взять Моего кота Дальше себе Поэтому мне приходится Когда мы куда-то Уезжаем Все время Перевозить его Маме в Москву Чтобы он не оставался Один Потому что мой кот Он очень любит Компанию Он страдает Больше всего От того Если он один Не хочу ли я взрослеть Да мне кажется Даже если бы я захотела То я бы все равно Не повзрослела Потому что есть люди С детским характером Вот у меня У мамы детский характер У папы детский характер И представьте себе Еще мне передались Их гены Они оба С детским характером И нашли Такого же мужа в себе Ну он Такую же жену А она Такого же мужа Поэтому мне Детский характер Передался И вдвойне усилился Моего мужа Это тоже кстати Детский характер Так что нам очень повезло Как это детский характер Ну например Я все время на приколе Я вообще серьезная Почти никогда не бываю Только если говорю На какие-то духовные темы То есть я все время Прикалываюсь Если мы с мужем Общаемся То мы серьезно Никогда не общаемся Мы все время Общаемся с приколом С мамой То же самое Она у меня даже В телефоне записана Как борзая черепашка То есть там Ну Я всех записываю Подобно Поэтому Короче Очень так хорошо Ну я себя чувствую Как ребенком Постоянно Как я отношусь К ЛГБТ Я отношусь нормально Считаю Что у каждого человека Есть Ну У каждого Есть свое право Конечно Я против пропаганды Там какой-то Типа Что вот так И должно быть Я отношусь К этому нормально Если это Просто личное Желание человека А не какие-то там Конечно Многие считают Что это очень неправильно Но с другой стороны Если судить Что наш дух Он бесполый То К примеру Вот Я могу сказать Про себя Что В принципе Честно говоря Меня не интересует Ни мужчина Ни женщина Но я могла бы быть Как с мужчиной Так и с женщиной Они меня в принципе Не интересуют Как бы На уровне флирта Я могу флиртовать И с мужчинами И с женщинами Ну Что-то больше Меня вообще Это не привлекает Я тоже себя ощущаю В какой-то степени Андрогином Потому что Вот эти все Дальше отношения Уже интимного характера Меня этим Как-то Не привлечешь А флиртом Да Флиртовать Я люблю ЛГБТ Это Люди Которые Относятся К нетрадиционной Сексуальной Ориентации Но можно Назвать Меня иосексуалом Да Просто понимаете В Таком Физическом Контакте Иногда Можно Совершать Разные Ритуалы То есть Например Нужно Какую-то Сферу Развить Вместе С партнером И Приходится Этим Заниматься Ради того Чтобы что-то Получить Да Энергетически Но я это Использую Только так А так Вот просто От балды Пойти И совокупиться Как-то Желаний Не возникает Только с какой-то Целью Естественно С какой-то Корыстной Целью Ну Ну вы поняли Да Что я имею ввиду Например Развить Какой-то Проект Это Получается Веришь ли В стрижку Волос По лунному Календарю Не Я вообще Не верю В стрижку Волос И никогда Их не стригу Верю ли я В гороскопы Ну Гороскопы Нет Скорее В знаки Зодиака И то Не очень Есть знаки Зодиака Которые Я могу Отличить Сразу Я сразу Чувствую Овнов Я сразу Чувствую Львов Стрельцов Моментально И водолеев Это мои Самые Любимые Знаки Зодиака Я тащусь От овнов Львов Стрельцов И водолеев Я обожаю Их Вообще Я когда Общаюсь С такими Людьми То я Собя Чувствую Как будто Я общаюсь С каким-то Братом Близнецом Потому что Я могу По характеру Очень похоже С этими Знаками Прикольно Козероги Козероги У меня В основном Друзья Мужчины Тоже Очень Интересные Знаки И скорпионы Да Тоже Хорошие Всегда Такие Таинственные Сама По знаку Зодиака Я рак Ну Это По духовному Знаку Так Ну Вообще Когда Я стала Духовно Развиваться Я вообще Полностью Исключила У себя Какие-то Особо Ну Похожие Такие Знаете Элементы Этого Знака Сейчас Я вообще Не чувствую Что я Кому-то Отношусь К какому-то Знаку О Груто Я Вы представляете Себе Вообще Практически Не знаю Никаких Львов Из Своего Окружения У меня Есть А Знаете Кто у меня Львы У меня Два Двоюродных Брата Львы А из Девушек Я Львиц Вообще Никого Практически Не знаю Но Вот Овнов Я чувствую Сразу У У нас Овнами Очень похоже Мироощущение Миро Восприятие Себя Чувство Внутреннего Достоинства Поэтому Я Когда вижу Овнов Я Просто Сразу Проникаюсь К ним Особой Любовью Конечно Верю В реинкарнации Я сама Помню Все свои Реинкарнации Так К сожалению Остальные Вопросы Я просмотрела Вот Блин Мне Это кофе Уже Надоело Если честно Не могу Больше Пить Часто Лья Ссоришь С мужем Практически Никогда Потому Что Это Я даже Не знаю Мы Как-то Да Мой муж Стрелец Что же Тут Сказать Стрелец Это Идеальная Пара Для Моего Гороскопа Ну Не Только Вообще Он Змееносец Есть Стрельцов Особый Раздел Змееносец А по Маянскому Календарю Летучая Мышь Мы С ним Очень Подходим Друг К другу Вот Мы С ним Как Идеальная Пара Я Вообще Его Очень Люблю Просто Обожаю Я Когда На него Смотрю Он Вызывает У меня Умиление Короче Как Мой Кот Ему Очень Повезло В этом Он Мне Кажется Безумно Милым Хорошим Так Что Я Его Обожаю Какие Реинкарнации Реинкарнации Которые Я пользуюсь Вообще Очень Ой Точнее Помню Очень Хорошо А есть Не Очень Как Ухаживаешь За кожей Лицей Какие Крема Любимые Я Очень Люблю Масла Кокосовая Потом Мне Нравится Масло Какао Из Кремов Мне Очень Нравится Крем Артист Риги Дрови Форлет Это Мои Самые Любимые Крема Да Форлет Вообще Явились Уникальные Косметикой Для меня Когда я попробовала Я была В шоке Любимое Блюдо Ой Я даже Не знаю Какое У меня Любимое Блюдо Протеин Наверное На соевом Молоке Протеин Синтракс Я Очень Люблю Вкус Ванильного Мороженого Просто Обожаю Орехи Я Очень Люблю Фисташки Только Не Соленые И Свежие И Мне Еще Очень Нравится Кеш Другой Муж Которого Я Очень Люблю Он Конечно Против Чтоб Я Что-то Говорила Поэтому Я Больше Ничего Не Буду Говорить О нем Поэтому Я Вынуждена Закончить Конференцию Хорошо Дорогие Все Удачи Вам Любви Света Пока Продолжение следует